Насколько важно оберегать природу и какие способы переработки мусора существуют, наглядно показали ребятам в ходе интерактивного урока по биологии в 1-й Денцовской школе. Сейчас мы готовим подарок девушкам на 8 марта. Украшаем коробочку, в которой будет потом подарок для молодых девушек этого класса. Ребят 8-х классов разбили на команды. Они соревновались в различных интерактивных конкурсах. Оценивали их 11-ти классники. Да, очень нравится. Мы используем свои творческие навыки, используем свои знания о биологии, экологии, так что это очень интересно. Ученик 2-го класса Сережа Черезов выступил с проектом об экологической защите планеты. Мальчик подготовил его вместе с учителем. Я буду рассказывать о планете, чтобы мусор там нельзя его. Например, у нас в семье нет такой традиции выбрасывать мусор. Просто нужно ухаживать за планетой, чтобы она была чистая. Вырубка леса и лесные пожары. С огромной скоростью исчезают леса. Зеленое одеяние Земли ежегодно сокращается на 1%. Гостями урока стали и Одинцовские депутаты от «Единой России», которые смогли принять активное участие в мероприятии. Очень было приятно, что ребята тоже знают, что в Подмосковье ведется большая работа именно по раздельному мусору, сбору мусора, стекло, пластик и бытовой мусор отдельно. Но и также идет строительство заводов по переработке мусора. Такие занятия проходят регулярно в школах муниципалитета в рамках экологического проекта «Здоровое будущее». Темой этого урока стала «Чистая среда». Ольга Дмитриева, телекомпания Одинцова.